Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне попадаются в руки книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов». Три задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Бода Шефер с книгой «Путь к финансовой свободе. Богатство — это право, данное нам от рождения». Сразу хочу сказать, я не особый сторонник книг в формате, ну, для того, чтобы разбогатеть, вам нужно просто больше зарабатывать и меньше тратить. По этой причине не очень понимаю тех, кто всерьез относится к квадрантам денежного потока авторства Киосаки или к тому, что миллионером можно стать за минуту, как утверждает Роберт Аллен, кажется. Однако, появление книги Бода Шефера в формате «10 фактов, 3 задач» было неизбежно, и вот почему, пару недель назад. Мы приготовили статью «Топ-15 книг по финансовой грамотности» у нас на блоге. Она получилась большой, полезной, содержащей ссылки не только на книги, но и на несколько крутых курсов по личным финансам. И почитать ее, кстати, можно, если сейчас обратить самое пристальное внимание на правый верхний угол видео или спуститься вниз в описании по дороге, конечно же, подписавшись на канал, нажав на колокольчик, и найдя ссылку на эту статью про топ-15 книг как раз там в описании. Так вот, в процессе подготовки этой статьи мы столкнулись с тем, что в 13 из 20 проанализированных подборок книг про личные финансы встречался Бода Шефер. Нужно было понять, в чем его магия, и сделать обзор на книгу «Путь к финансовой свободе». «Делать его, наконец-то, буду не сам, а со звуком, который помнят старожилы». Крафтовый рислинг, семейная винодельня, потому что нет ничего лучше, чем сочетание вкусного вина и хорошей книги. Вся книга в двух предложениях. Богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кому хватает. Перенастраивайте правила откладывания и трат. Введите в рацион привычки, увеличивающие остатки денег на счетах. Рискуйте, тем не менее, двигайтесь вперед. И вот такой вот нехитрый набор советов от мотивационного спикера Бода Шефера незамедлительно приведет вас к финансовой свободе и успеху. Давайте попробуем разобраться в 10 фактах и 3 задачах чуть поподробнее в этом всем. Ну, конечно же, право на богатство есть у каждого. Детей в школе учат теориям или каким-то навыкам, которые невозможно зачастую применить во взрослой жизни, считает Бода, и поэтому образование не дает нам ответы на основополагающие вопросы о счастье, о богатстве и о успешности. Бода говорит, что каждому с рождения дано право стать состоятельным, и первое, что для этого нужно сделать во взрослой жизни, после того, как вы отучились в школе, это изменить свое мировоззрение. Руководствуясь этим правилом, сам Бода, судя по его биографии, глядя на пример своего отца, который еле там сводил концы с концами, бросил юридический факультет и начал торговать тканями. Он вел достаточно роскошный образ жизни, быстро обанкротился, и, возможно, именно в этот момент сформулировал второй факт из книги «Необходимо откладывать деньги». Шефер говорит, чтобы разбогатеть, не обязательно найти нефть на собственном участке, вы просто должны откладывать часть заработанных средств. Сэкономленные деньги нужно вкладывать, и вам потребуется большая сила воли и некоторая доля везения для того, чтобы эти все деньги не были потрачены, а были приумножены. Когда вы получаете дивиденды с вложенных средств, вы не должны их полностью тратить, как какие-то шальные деньги. Вы должны снова вкладывать их, потому что финансы должны работать на владельца постоянно, и только так можно сколотить какое-то состояние. Это история про сложные проценты, инвестиции в акции, и то, благодаря чему 100 вложенных долларов через 10-20 лет непрерывной работы и небольшого умножения, вроде бы как, становятся неприлично большим числом. Однако, до этого нужно понять и принять три основных этапа в финансовой свободе по Бода Шеферу. Он говорит, что человеку нужно понимать, какая именно сумма обозначает для него финансовую свободу. Пути к цели этой финансовой свободы автор делит на три основные составляющие. Это финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая свобода. Финансовая защита – это запас ваших денег на полгода проживания в случае лишения вас работы, каких-то непредвиденных обстоятельств. В общем, если что-то прям сильно пойдет не так, чтобы у вас все было хорошо. Финансовая безопасность – это средства, которые приносят по Бода Шеферу пассивный доход около 12% за год. И финансовая свобода – это средства, позволяющие не работать, и они приносят прибыль выше 12% в год, то есть позволяют вам достаточно неплохо существовать на вот эти вот деньги, которые работают. Но надо отметить, что 12% в год – это какая-то условная цифра, потому что вы должны понимать, что средства для финансовой безопасности, которые у вас вроде бы как приносят пассивный доход до 12% в год, не должны уменьшаться в покупательской способности. То есть если вы отложили 100 долларов под 12%, а инфляция в том регионе, где вы находитесь сейчас, составляет 15%, то в результате таких инвестиций в банковский депозит или куда вы еще отложили эти деньги, через год вы получите вместо 100 долларов 97 в новых ценах. То есть вы потеряете, не только не заработаете или не сохраните, а еще и потеряете 3 доллара. Поэтому всегда ориентируйтесь на процент, который поможет сберечь и заработать, а также ориентируйтесь на процент, который нужно откладывать. И в этом четвертый факт из книги – ориентация на процент. По мнению Бода, вы не должны откладывать какую-то фиксированную сумму, которую вы себе придумали и из месяца в месяц ее откладываете. нужно выделять, ну он говорит, что около 10%, но вы можете выделять и 15, и 20, сколько будет вам незатруднительно. Процент от суммы, там 10-15, это достаточно малая часть, которая незначительно повлияет на ваш образ жизни, но при этом по мере увеличения заработка вы сможете не только больше тратить, но и больше откладывать, если установите себе не фиксированную сумму, а процент. Именно такое откладывание поможет вам через какой-то промежуток времени отпустить мысли о том, что вы должны работать каждый день, иначе вашей семье нечего будет есть. И пятый факт – работа на износ не ведет к богатству, перестанет быть для вас актуальным. А пока, возможно, он все еще актуальный, потому что Бода говорит, что человек, который не обеспечил себе вот этот первый уровень финансовой защиты, он понимает, что он нуждается в деньгах, и поэтому он готов работать за мизерную зарплату, готов браться за любые задачи, за которые ему заплатят. Платят не очень много, а поскольку он тратит свое время, работая за копейки, чтобы закрыть вот эти свои потребности, не выходит на следующий из трех этапов, и это становится таким замкнутым кругом. Вы не можете уволиться, потому что живете от зарплаты до зарплаты, и барахтаетесь исключительно на уровне финансовой защиты, там, где у вас запас денег максимум на пару месяцев для их проедания. Чтобы не стать заложником такой ситуации, нужно сконцентрироваться на ваших интересах. Вы можете хобби на этом уже этапе превращать в прибыльный бизнес, и Бода тоже много об этом говорит, но очень часто изнурительная работа настолько поглощает нас, что мы не можем даже остановиться, чтобы сформулировать, какое хобби мы могли бы выполнять определенный промежуток времени, просто в удовольствие для себя, и чтобы через какой-то промежуток времени это хобби начало приносить деньги. Если вы решите перестать работать на износ, и захотите взять в долг каких-то денег для того, чтобы начать свой бизнес, то Бода рекомендует останавливаться на разумных займах, потому что, как он говорит, влезать в долги и плохо, и хорошо. Плохо, если речь идет о каких-то насущных потребностях, если вы там просто хотите себе новый телефон, телевизор, или расширить свою зону комфорта, но и в то же время имеет смысл взять кредит на то, что принесет вам какие-то дополнительные деньги, то есть кредит на бизнес, на технику для работы, на оборотные какие-то активы и так дальше. Ну, согласно правилу диверсификации инвестиций, во-первых, собственные сбережения не стоит полностью вкладывать в один проект, лучше потратить часть средств, часть отложить, часть взять взаймы, и вот тут самое время вспомнить Киосаки с его папами и инвестициями в активы и пассивы, и тем, что вот инвестировать или брать денег нужно в то, что может принести доход, а не в комфорт и в ваше удобство. Ну и за пределами этой книги я бы очень рекомендовал чуть времени потратить на труды, поясняющие, как формируется стоимость обслуживания займа, потому что тогда станет понятно, где лучше всего брать недостающие средства, там в банке, в фондах, в каких-то у друзей и знакомых, с кредитных карт или, может быть, в ломбарде, не дай бог, конечно. Вот то, что не нужно брать деньги в ломбарде, этот факт должен быть выкристаллизован вашим чувством ответственности и обычной человеческой логикой. Ну, в общем, седьмой факт из книги, вы должны культивировать в себе чувство ответственности, потому что, во-первых, должны прогнозировать, чего будет происходить с вами дальше, если уж вы берете ответственность за себя, свою жизнь и за жизни своих близких. Во-вторых, неразумно винить обстоятельства в собственных неудачах, потому что, ну, так называемая ты-парадигма, которая удобнее всего защищает наше с вами самолюбие от любых неудач, виноваты кругом все, родственники, экономическая ситуация, неблагоприятное развитие бизнеса и так дальше, только не мы сами. Потому что нести ответственность за свою жизнь страшно, но, как правило, результат того стоит. Болезненный опыт поможет вам найти какие-то более лучшие решения, и чтобы получить этот опыт, непременно, никак без этого не обойтись, нужно будет совершать ошибки. Результатом ошибок в том числе может стать оптимизация ресурсов. Восьмой факт из книги. Выход за пределы зоны комфорта, он способствует развитию, и поэтому, поскольку вами руководит достаточно сильное желание изменить положение к лучшему, обеспечить себе вот это финансовое благосостояние, то даже если у вас еще не было никаких проблем сильных, которые вынуждали бы вас сокращать затраты, следует подумать над способами, как достигать большего с минимальной растратой ресурсов. Времени, сил, денег. То есть в оптимизации ресурсов речь идет не только о том, что вам нужно стараться меньше тратить, вам нужно еще и подумать над тем, как вам оптимизировать собственное время, чтобы больше успевать, и как оптимизировать собственные силы, чтобы их хватало еще на тех людей, которые рядом с вами, и, собственно, на саму жизнь, ради которой вы все это дело и затеяли. Риску быть — это непреложный факт, и рисковать, как говорит Бода, это нормально, потому что, когда вы пытаетесь сколотить успешное состояние с нуля, не получить его в наследство и не выиграть в лотерею, вы обязательно будете обжигаться, терять все по пути. Но, как говорили классики, успешного от неуспешного человека отличает только количество падений и вставаний. То есть неуспешный человек 4 раза упал и 3 раза встал, а успешный 4 раза упал и 5 раз встал. На ровном месте невозможно разбогатеть, и поэтому Бода советует в любом случае двигаться, не бояться ошибок, доверять шестому чувству, и если хотя бы более половины решений окажутся правильными, ну вот про 4 падения и 5 вставаний, это уже успех. Ну и, собственно, нечего сидеть и ждать знака свыше. Начинайте уже сегодня. Чтобы будущее стало реальностью, нужно действовать прямо сейчас. Писатель рекомендует начинать реализовывать планы как можно быстрее, потому что от наших действий в настоящем зависит будущее. Такие вот быстрые 10 фактов. Три основных задачи из книги, которые я обычно записываю в блокнот для осознанного чтения, а вы можете записать куда угодно, но обязательно записать, потому что любая прочитанная книга и факты из нее должны быть оформлены текстом, а из этого текста и фактов должны быть сформулированы 3 задачи, которые помогут вам пойти и воплотить в жизнь то самое лучшее, что вы из этой книги подчеркнули. Делать можно в телефоне, в блокноте, в тетради, в общем, на каких-то листиках, но лучше делать. Три моих задачи из книги Бода Шефера. Значит, первое, откладывать 10% от дохода, второе, определить суммы защиты, безопасности и свободы, потому что для каждого человека они разные, и третье, составить план по заполнению этих трех банок, банки защиты, банки безопасности, банки свободы, чтобы меньше работать. Таким вот был Бода Шефер и его путь к финансовой свободе. Обязательно почитайте статью про топ-15 книг по финансовой грамотности, возможно, вы найдете там для себя что-то полезное и интересное. Проект «Читай быстро» буквы.инфо, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, колокольчик, пишите комментарии, какую книгу хотели бы увидеть в обзорах. Мы постараемся ее прочитать и обозреть. Проверка скорости чтения буквы.инфо.рапид, читайте, отвечайте на вопросы, получайте сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, блокноты для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, обзоры книг, куча всяких разных полезных статей про софт-скиллы, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и все это такое у нас на блоге буквы.инфо.блог. Ну, инстаграм буквы.инфо, иногда там появляются фоточки и небольшие видео. Увидимся через неделю, новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.